Эта акция больше похожа на народный праздник. Сюда приходят семьями. Сколько заинтересованных и веселых лиц. Даже дети чувствуют значимость того, что они делают. И знают, что их вклад тоже важен. А результат уже будет виден через несколько лет. К тысячам мытищинцам присоединился и депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев в рамках рабочего визита в Мытище. Он традиционный участник всех экологических акций. Конечно, это очень благодарное дело. И оно проходит повсеместно. Только в Московской области почти 700 площадок. Уже сейчас, когда мы победили караеда типографа, очень важно эту традицию сохранить. И она будет сохранена на долгие-долгие годы. Потому что это дело большой важности. Каждый должен посадить минимум 10 деревьев. Семь гектаров поля на основной площадке акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье выходят прямо к жилым домам. Будущий лес будет виден из окон. Вот сколько у меня сейчас за плечами людей на этом поле. Столько вырастет здесь деревьев. А вернее, в 10 раз больше. Потому что здесь сегодня будет высажено 30 тысяч саженцев. Мы целый ряд высадили. Даже не одно дерево. А хочется больше, больше, чтобы дышалось, жилось лучше. И, конечно же, всех волнует вопрос, как сохранить молодые посадки. Но статистика на нашей стороне. Для нас, в принципе, это праздник. Люди выходят, они понимают, что они делают. Мы работаем для них. Мы восстанавливаем наши погибшие леса. Сейчас уже более 90% установленных лесов. Самое главное, что после таких акций люди видят результаты своей работы тоже. Приживаемость у нас составляет порядка 98%. У нас, на самом деле, вы же понимаете, мы Тищинский округ. Третья часть мы, в счастье, имеем лесные массивы. И это наше богатство, это наши легкие, которые мы сегодня качественно восстанавливаем. На поле у деревни Шолохова вышли целыми организациями. Но и вместе с домочадцами. Специалистам госстройнадзора хорошо известно и значение, и ценность лесов. Решили поддержать эту акцию, потому что прекрасно понимаем, что лес – это наши легкие, да? И чем больше мы сейчас посадим деревьев, тем больше надеемся их вырастет. И чем чище будет наш воздух, и чем легче нам будет жить. А вот здесь мастер-классы для студентов. Они учатся мастерить что-то полезное из древесных опиловок. Предназначение тут самое разное – декоративные украшения, рамки для фотографий или что-то более практичное. Я сейчас собираюсь выровнять приставку, чтобы она ровнее стала на стол. Вот я хочу приставку на небольшой, как платформе, сделать. Так, это что будет? Для чего она? Для чая, горячих напитков. Может, чайник заварочный поставить. То есть это в вашей кухне, да? Да, да, интерьерная вещь. Мы с помощью молотка и кусков древесины, которые вы можете наблюдать, когда отходы происходят у древесины, вы можете использовать в креативных целях. Что мы хотим сделать? Вы хотите сделать? Мы хотим сделать лица. Лица смешные, веселые, грустные, неважно. Все наши настроения нас показывают. И использовать их для птиц. А вот брат и сестра Федоровы – они эколяты из первой гимназии. Школьники облюбовали будущую дубовую аллею. Тимофей заготавливает лунки, а лиса высаживает молодые дубки. А я посадила дуб. И скоро он вырастет большой и красивый. И это будет твой дуб. Да, и это будет мой дуб. Скоро здесь будет много больших и красивых дубов и елей. И именно тот самый наш лес. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый Мытищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...